Вы слушаете подкаст. Мы продолжаем читать духовные наставления святых отцов и делиться историями из жизни простых людей. Архиепископ Аверкий Таушев. Яркий симптом приближения конца. Чрезвычайно яркую картину наступления последних времен дает в своем втором послании к Тимофею святой апостол Павел. В последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благодать. Благочестие – сила же его отрекшаяся. Какое это изумительно яркое фотографически точное изображение всего того, что в настоящее время происходит в этом мире. Но особенно характерно для нашего времени то, что пишет святой апостол Павел дальше. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Именно таково положение в современном нам мире, и в жизни личной, и в жизни общественной, государственной, и даже страшно сказать, но это так, в жизни церковной всех вероисповеданий, всех так называемых геноминаций. Люди, искренне желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, не угодны современному миру, глубоко погрязшему в тине сатанинского зла. Хотя бы и не все в нем отдавали себе в этом ясный отчет. Такие люди нежелательны, ибо они идут в одну ногу с духом времени, мешают злым творить свои злые дела. И вот их всячески затирают, оттирают в сторону, угнетают и, наконец, воздвигают на них открытое гонение. Особенно если они не сидят молча, но пытаются открыть глаза всем на происходящее в мире, обличают торжествующее зло. И это, можно сказать, стало уже правилом, как бы законом современной жизни. Едва только явится на виду у всех человек, желающий жить по правде Божией, угождать только Богу, а не людям, и Ему единому служить всей своей жизнью. Как сейчас же раздается откуда-то кем-то подаваемый сигнал травить такого человека. Оговаривать, всячески бесчестить его, клеветать на него, не давая ему никакого хода в жизни, не допуская его влияния на других, отстраняя его отовсюду, вплоть до попыток совсем стереть его с лица земли. Ибо ему, конечно, нет места среди зла, торжествующего свою временную победу среди людей до прихода нелицеприятного судьи и мздовоздаятеля. Много таких хороших православных людей, архипастырей, пастырей и рядовых верующих уничтожено в нашей несчастной России, восторжествовавшем там богоборческим злом. Тоже продолжается и теперь, и всюду за границей, и в православных, и неправославных странах, и за железным занавесом, и в странах так называемого «свободного мира», свободного только по внешней видимости, в различных только вариантах и формах, но с одной общей целью – смести с лица земли всех, кто стоит на их пути. А всякий искренно желающий во Христе благочестиво жить, уже тем самым стоит им на пути и должен быть так или иначе уничтожен и морально, и даже физически, насколько это возможно осуществить без особо ощутительного вреда для самих себя. Недаром Господь предрек своим ученикам, а в лице их, конечно, и всем своим верным последователям, «В мире скорбнее будете, утешив их тут же, но дерзайте, якас победих мир». Отчего же это так? Да оттого, что щедр и милостив Господь, долготерпив и многомилостив. Потому-то, как говорится в старой русской поговорке, Господь и не спешит наказывать злодеяния людей, падших и порочных. Ожидая их покаяния и обращения, Бог правду видит, да не скоро скажет. А для стремящихся угодить Богу и спасти свою душу терпение, искушение от злых людей, может быть духовно полезно, очищая их, как золото в горниле. И Господь попускает до поры до времени злым людям торжествовать, а хотящим жить благочестно, терпеть страдания. Но как бы злые люди и обманщики не преуспевали во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, час расплаты для них придет, ибо погибель их не дремлет. И тем страшнее она для них будет, чем упорнее они будут закосневать во зле, всячески оправдывая самих себя во всех злых делах и поступках, да еще оставаясь чуждыми истинного нелицемерного покаяния. Тем и страшнее для них это будет. И какую действительно страшную картину представляет собою современный мир в этом отношении. Злые люди и обманщики все более и более преуспевают во зле, стремясь захватить полностью в свои руки всю власть над современным миром. В их руках почти всюду власть государственная, политическая. Они контролируют религиозную церковную жизнь, не допуская, чтобы она хотя бы в чем-либо шла в разрез с их интересами. От них зависит и жизнь, и смерть, и здоровье людей. Цепко держат они в своих руках воспитание новых молодых поколений, создавая нужный им тип нового человека, обезбоженного и расчеловеченного. В их руках капитал, с помощью которого они распоряжаются материальным благосостоянием, всех заставляя быть самой тесной от них зависимости, вторгаются уже и в душу, и в совесть людей, контролируя их мысли и чувства. Эти люди, обманщики, всюду почти теперь господствующие и всем навязывающие свою волю, в большинстве случаев настоящие преступники, которым в прежнее время было бы одно место – в тюрьме или на каторжных работах. Искусно разными способами, поисками и обманом они захватывают власть во всех областях человеческой жизни и используют ее в своих собственных видах для своей собственной корысти и интересов. Среди них более всего распространены два психологических типа. Один – это люди наглые, бессовестные, идущие на пролом грубьяны, пошлые циники, невоспитанные хамы, берущие все, как принято выражаться, нахрапом. Другой тип – это хитрые, лукавые, иезуиты, лицемеры, притворщики, умеющие произвести впечатление своей внешней благовоспитанностью, мнимые родители об общем благе, карьеристы, напористые идущие к осуществлению своих личных корыстных целей, но умеющие искусно скрывать их от взоров других и представляться гуманистами, готовыми всех облагодействовать, дав каждому то, чего он хочет. Искусные демагоги, умеющие в нужных случаях даже принять на себя образ благочестия, отвергаясь, конечно, силой его, ибо настоящее благочестие им чуждо и неинтересно, а образ его для них только средство достижения их узкоэгоистических целей. Все их действия и поступки в наше время похваляются многими наивными и недалекими людьми, как мудрая будто бы гибкость и эластичность. Вот в общих, конечно, чертах два типа людей, которые в наше время имеют жизненный успех и достигают высоких постов и должностей и почетного положения в современном обществе. Преступность и тяжкую ответственность пред Богом этих злых людей и обманщиков во много раз усугубляют то, что они не только сами творят зло, но и других подталкивают на это, пользуясь к тому же своей властью над ними. Они не только сами прельщаются, обманывая самих себя, но и других прельщают, соблазняют, забывая или не желая знать, что это к ним относятся слова Христовы. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Эти люди и сами привыкают постоянно лгать, и других этому учат, распространяя всюду ложь. Сеяние лжи становится постепенно их потребностью, их стихией, вне которой они жить не могут, ибо тогда они должны сами коренным образом перемениться, отстать от того, что стало их второй природой. Это к ним относятся и слова великого пророка Божия Исаия, «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое – горьким». И под их влиянием многие действительно начинают верить лжи, что также свидетельствует о приближении конца времен. Ибо об этом времени святой апостол Павел как раз и пишет слунянам. И пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Кто может сказать, что не наступило уже это время, когда так широко теперь распространяется ложь всякого рода, и все почти готовы ей верить, особенно если это выгодно для устройства своего земного благосостояния. Все это подметил еще в конце прошлого столетия столь ненавидимый за правду безбожными анархистами и социалистами, желающим строить на лжи новое человеческое общество, наш выдающийся государственный муж Победоносцев, который в своей подлинно замечательной книге «Московский сборник» писал, Но никогда еще, кажется, отец лжи не изобретал такого сплетения лжей всякого рода, как в наше смутное время, когда столько слышится отовсюду лживых речей о правде. По мере того, как усложняются формы быта общественного, возникают новые лживые отношения и целые учреждения, насквозь пропитанные ложью. На всяком шагу встречаешь великолепное здание. На франтоване Коева написано «Здесь истина, входишь, а ничего не видишь, кроме лжи». Выходишь, и когда пытаешься рассказывать о лжи, которую душа возмущалась, люди негодуют и велят верить и проповедовать, что это истина, вне всякого сомнения. Не в бровь, а в глаз. Если уж так было в конце прошлого столетия, то во сколько раз с тех пор выросло и укрепилось торжество лжи в наши дни, после неспровержения служителями лжи нашей православной России. И действительно, что мы видим в переживаемое нами время? Буквально все отравлено ложью. Ложь во взаимоотношениях людей между собою, ложь в общественной жизни, в политике, в жизни государственной, международной. Но особенно, конечно, нестерпимо и вовсе недопустимо ложь там, где люди, естественно, ищут и желают видеть только одну правду – церковь, где провозглашается какая бы то ни была ложь, уже не церковь. Вот до чего мы уже дожили. Но горе тем, которые этого не видят, не хотят знать, охотно мирятся со всякой ложью и к добру и злу постыдно равнодушны. Ибо нас ожидает еще большее разлитие зла и концентрация его в одном человеке, противнике Христовым, как ясно учат об этом, Слово Божье и Святые Отцы Церкви. И вот тогда конец. Неужели останемся сегодня мы равнодушны к тому, каков будет этот конец для нас? Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробях живот даровав. Слышите, все еще продолжает петь Святая Церковь на всех богослужениях в течение сорока дней. Христос воскрес из мертвых. Это значит, как учат Слово Божие, воскреснем с Ним и мы. Но что далее будет с нами? Об этом Он Сам говорил раньше, что будет для нас по воскресенье только два пути. Яко грядет час, вонь же все сущие во гробях услышат глаз Сына Божия, и изыдут сотворише блага и воскрешение живота, то есть жизни, а сотворше злая – воскрешение суда, то есть осуждения, которое из этих двух путей будет нашим путем. Что нас ожидает? Вечная блаженная жизнь или осуждение на вечной муке? А думаем ли мы об этом сегодня? А ведь это зависит только от самих нас. Архиепископ Аверкий Таушев Вы слушали подкаст-проект. До встречи в новых выпусках. Архиепископ Аверкий Таушев Архиепископ Аверкиц Архиепископ Аверкиц